Добрый день, добрый вечер! Добрый день, добрый день, добрый вечер! И попытка для нового рингойцев организовать еще одну погоню. Мишенкель на тройном блоке, пусть и не особо-то скомпонованном, но все-таки находит выигрышный вариант. Дэнсов обыгрывает до пола, поэтому классная атака в исполнении 18-го номера. Идеальная доводка у Факела и результативная атака Александра Мельникова. Очень сложная подача получается у Дэнса и тем ценнее доводка Дениса Бирюкова. Понятно, что на плюс-плюс довести было крайне сложно, все-таки мяч летел слишком быстро. Выбиты приемы Бирюкова, опять нет особых вариантов, куда направлять мяч. Пытаются под руки блокирующим этот мяч направить как раз Бирюков, но там здорово сами себя факелцы страхуют. Ну а теперь чистая сетка для Корнея Энса и какой же большой аут. Нужно ли так много было придумывать в этой атаке Корнея? Держит съем Василий и Сергей, конечно, понимает, что без Капранова Факела будет сложно. Продемонстрирует центральный блокирующий через трос. Пришлось потрудиться с Шенкелю, но Тюшкевич находит возможность даже с такой доводки заиграть центральную. И Дмитрий Каленковский готов к этой передаче. Посмотрим. Какая хорошая подача, какие сложности в приеме. Но тут высокий мяч и попытка Корнея Энса пробить руки блокирующих. Успехом не увенчалось, но Василий Капранов, собственно, особо не задумывается о той статистике. Не рискует. Бирюкова нашел в приеме. Вылет с задней линии Дениса Бирюкова. И 25-23. В составе хозяев площадки сложно, мне кажется, тут переоценить, недооценить и все такое. И все остальное. Про подачу Константина Тюшкевича у Факела поскромнее. 58% в атаке. Ну а самое главное, пожалуй, что случилось в первой партии, чего, вернее, даже не случилось. Динамовцы ни разу не ошиблись в атаке и ни разу не попали под блок. Укороченный от Дениса Шенкелем. Разорванный блок перед Василием Капрановым. И Капранов даже находит возможность через линию пройти в атаке. И у Вышникова одна ошибка, два эйса. Ну, великолепные цифры. Тут понятно, касание троса здорово помогло в прошлом эпизоде. Здесь пришлось потрудиться Ивовичу. И вновь на тройном блоке будет Марка атаковать. Но отыгрался грамотно очень от блока. И теперь быстрая передача за спину от Тюшкевича. Пытался в длинную сторону растянуть блокирующих. Но блокирующий-то Факела готов. Клинковский. Сверху принимает Динейкин. И четвертая зона не проблема, как мы видим, для Корнея Энса. Теперь уже Факел совсем в другом положении. Они отыграли брейковое отставание. Между доигровщиками. И выходит на свою атакующую позицию. Смягчают Дениса. Контратака. И летящий блок для Корнея Энса. Классно он мяч в линию переводил. Ну и там понятно, что блокирующему особо не успеть. Серьезно, провал. По-другому это не назовешь. И ведь проблемы еще не закончились. Капранов продолжает подавать. Лишь на третий метр доводит Илович. Но есть возможность подключить Бирюкова с задней линии. И Пайф завершает набранным очком с ростом 202. Ну а на подаче второй центральный Александр Мельников. И вновь выбитый прием у динамовцев. Боюсь, статистику по приему поправить им не получится. Но вот если в первом сете этот прием на 35% не был проблемой, то сейчас, конечно, уже все немножко по-другому. Замена, которую мы уже видели. Тодор Скримов вместо Артема Донганя. Подача состоялась на этот раз. Правда, соперник справляется. Климкин делает замену. Фанур Каюмов появляется вместо Марка Иловича. И центральный блокирующий выходит на место доигровщика Цередиагонального и начинает с передачи. Вот так вот. Фанур Каюмов еще и в защите помогает. Но все-таки инициатива на стороне на урингойцев. И одиночный блок на Василии Капранове. Хорошая атака в ходовом направлении. Счет у нас пока что растет только для одной команды. 19-12. Хорошая для них ситуация в том, что первый сет оказался выигрышным. Пусковато передача. Недооценивает рост блокирующего Дениса Бирюков. Ну, куда? Через центрального. Да, ну, они доводят. И Корнеенс. Передача была не самая удачная. Пришлось ему обманный удар выполнять. Ну, а здесь вот Динамовцы находят возможность заработать очков в контратаке. Неплохо. Тем не менее, есть вот такой хороший прием у Капранова. И великолепная защита у хозяев. Бирюков много атакует с задней линии. Какой же мяч оставляет в игре Михаил Вышников? Ну, Динамовцы должны разыгрывать. Фрибол на их стороне. Ошибается Денис Шенкель. Все-таки 7 эйсов по заказу. Боюсь, задача очень сложная. Да и Факел, собственно, не планирует ошибаться ни в приеме, ни в нападении. 25-17. Не сумели они с определенного момента ничего поделать. Ну, а теперь уже начинается третий сет. Фрибол на стороне Динамовцев. Как распорядиться им Константин Тюшкевич. Заигрывает Артема Довганя. Но в защите как же четко действуют волейболисты нового рингуя. Зарабатывая первое очко 1-0. Чемпионат уже позади. И, конечно, теперь все будет оцениваться уже по квалификационному раунду. Можно там допустить какие-то неточности было во втором круге, у которых у Динамо было полно. Но вот если они, например, выйдут в 1-4, то кто скажет, что сезон неудачный. Ну, а пока что Динамовцы впереди в счете. Третья партия благодаря скидке от Дениса Бирюкова. Дикарев заставляет Шишкина лишь на третий метр доводить. И вроде бы мяч в защите оставил Владимир. Но, тем не менее, без атаки остаются Динамовцы на чистой сетке. Не забивает Артем. Ой, не Артем, конечно. Александр Мельников. Артем Мельников уже в другой команде. И гостил совсем недавно в Сосновом Бару. Продолжается этот розыгрыш. И сдали нервы в какой-то момент у Василия Капранова. Решил он рискнуть и прогадал. Острый угол выбрал на своей атаке. Хорошая подача Константина Тюшкевича. Но двойной блок. Не было там толком двойного блока. Слишком большой разрыв получился между центральным и крайним. Тут, наверное, вопрос больше ментальности. Неплохая подача. Но, пожалуй, многовато в Либера. Но сейчас не об этом. Результативный блок Динамо. И брейковое очко для сосновоборцев. Вообще, такая хорошая ситуация для Дикарева. Он много. И здорово проявляет себя на блоке. Особенно так было в начале сезона. Ну и, знаете, так приглашают, конечно, в борьбу буквально от новой рингойца. Как бы потом не пришлось грустить по этому поводу. Пока что Динамо всем не удается никак сократить отставание. Денис Бирюков настолько опытен, что для него это абсолютно не проблема. Как мы видим. И заставляет увидеть он в приеме. Ну, ошибиться Данани. Для Динамо возможность заработать 20 очко. И это, собственно, и делает капитан 20-21. Он просто его провожает. Надо его хватать и бежать. Ну что же, 21-21. Очень сложный эпизод в этом матче пережили динамовцы. И, конечно, им сейчас важно не отпустить соперника. Может быть, и развить свой успех Денис Ченкель. Результативный блок 22-21. Сколько же очков подряд выигрывают динамовцы? Ну, как бы на подаче вышника. Еще трос-то смягчает. И посмотрите, какой Денис Бирюков. Так много он видит. И какое важное очко для своей команды зарабатывает. 24-24. Стантин Тюшкевич еще одну свою подачу выполнит. Подача непростая. Мельникову неудобно атаковать. Вынужден скидывать Бирюков. Ну, и что? Повторные атаки. Корнея Энс в четвертой зоне. И это блок динамовцев. Блок результативный. И блок победный. 26-24. Мельниковский не забивает Дмитрий, что придумывает Бирюков. Потому что придумывать ему в любом случае пришлось бы что-то. Передача не самая качественная. Зато попроще уже во второй попытке. Хотя ведь Бирюков совсем без разбега. Не сказать, что он не готовился к атаке. Просто Денис знает, как и такие мячи выигрывать. Шишкин потрудился в приеме. Но один из Бирюков затягивается. Капитан динамовцев. И такой же непростой мяч выигрывает восьмой ноги. 7-6. И минус челлендж для Клинкена. Прием Дениса Шенкеля. Очень хорош. Фанур Каюмов. То же самое говорю про его атаку. Даже к золотому сету может не привести. Вот, собственно, финализирует свою мысль. Здесь мы смотрим, как Виталия Дикарева на блоке прихватывает. Денис Шенкель. Как же здорово на задней линии играет. Доигровщик Динамо. И все еще в воздухе мяч находится. Правда, инициатива на стороне гостей. Ночный блок смягчает корни Энса. Это все уже Денис Бирюков. И Денис Бирюков это человек, который в этом розыгрыше подарил Динамовцам возможность иметь преимущество заработать. Десятое очко. Сейчас в три принимающих стоят Динамовцы. Выбитый прием. Что не так гладко с этим компонентом. Хотя в прошлой партии вроде бы сумели так свои показатели улучшить. Ну а Калинковский читает атаку Дикарева и доходит до него. Ну, низковато было на самом деле Виталию. Есть вопросы. Капранов. Стык между принимающими. Это непросто. Не забивает Ивович задней линии. Зато помогает в защите. Сложный мяч подтянуть. А вот этот мяч уже в площадке. Что фиксирует Судья? Тут вопрос в том, когда раздался свисток. Если в момент защиты Станислава Динейкина, особенно для Динамовцев, для Факелу он тоже важен, конечно же. Но вот трехочковая победа Динамовцам бы очень пригодилась перед поездкой в Новую Рингу. Ну а Факелу было бы приятно разжиться очками, набранными в гостевом матче. И они стремятся к этому. Крюков справляется с приемом, что с атакой Шенкель не забил. Вот самоотверженная защита Факела, но все заканчивается блоком. Артем Долгань и его партнеры принимают поздравления. 23-23. Теперь сам же Артем отправится и будет выполнять подачу. Утек сетболу для гостей. Мяч-то еще в воздухе Корнеенц поторопился праздновать набор очка. Денис Бирюков в защите одной рукой успевает. И не падает пока что снаряд. Вот здесь очень сложно Василию Капранову. Тем не менее, благодаря некачественной защите от Динамовцев волейболисты Факела вроде бы имели какое-то небольшое преимущество. И инициативу в этом розыгрыше правда распорядиться ей не смогли. У нас тут собеседование под сеткой проходит. Отгоняют Дениса Шенкеля, Владислав Денейкин. Капранов доводит, что Энс. Энса смягчают и все тот же Шенкель. Посмотрите, как заднюю линию подчищает Денис. Но это другой Денис, который Бирюков, который капитан Динамо из Ленинградской области и который ставит победную точку в этом матче 27-25. Ну и все, друзья. Для Вас работала Юля Жданова. Дима, с днем рождения лучше всех. Всем волейбол. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова